Приветствую вас. Давайте я последовательно отвечу на каждый из ваших вопросов, которые вы задаете. Мы постараемся ситуацию разобрать. Вот, я надеюсь, что что-то для себя вы из этого вынесите. Я надеюсь, что что-то для себя вы из этого поймёте. Вот. И, соответственно, я надеюсь, что вы сможете решить для себя, ну, какие-то решения приняты. Первый вопрос насчёт. Кому верить? Верить вам нужно себе. Никому больше, только себе. Нужно верить своим чувствам, своим эмоциям, своим ощущениям. Нельзя! Ориентироваться на других людей. По крайней мере, здесь нельзя это делать. А почему нельзя это делать? Потому что ни к чему хорошему это не приведет вас. Вот, то что происходит сейчас, вы просто-напросто ставите себя в зависимости от человека. То есть, как бы, вы зависите от, ну, от него. Вы зависите от того, что он скажет, что он сделает, что она скажет, что она сделает, да? То есть, не нужно верить кому-то. Верьте себе. Это первое. Второе. Ну, вы же, надеюсь, понимаете, что мы вам не можем подсказать, кому верить, но хотя бы потому, что мы не знаем людей, о которых вы говорите. То есть, вы хотите, чтобы мы вам просто сказали, кому поверить, и всё. Нет, я боюсь, что так это не получится. Такая история не получится. Потому что вам нужно самой определиться с этим. Вот. То есть, вы на нас перекладываете ответственность сейчас за то, что происходит в вашей жизни. Это некорректно. Дальше. Что делать? Опять же, да, вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? То есть, можно гармонизировать отношения с парой. То есть, можно поработать, допустим, с вами. С вами. Вот. То есть, нужно преследовать вашу сторону. Почему вы, вот, так, ну, оказались в такой ситуации, да, почему, почему мужчина так себя ведёт? Ну, опять же, с вами. Вот. Что его мотивирует на это, например. И так далее. Как вариант. Как вариант. Как вариант того, что нужно поисследовать. Вам. Если вы хотите, к примеру, гармонизировать отношения с мужчиной, да, то это немножко другая история. То есть, чтобы, чтобы гармонизировать отношения нужно определиться сперва со своей позицией в них, ну, в отношениях. А у вас какая позиция? Пока не понятно. То есть, пока совсем не понятно. Что, какая у вас конкретно позиция? Вот. По данному вопросу. Понимаете, да? О чём идёт речь? А дальше. Как быть? Ну, опять же, да. Всё тот же, собственно, вопрос. Всё тот же вопрос. Как быть, чтобы что? Что? Чего вы хотите? На мой взгляд, непонятно, где. Вот, вот, что хотите, то и нужно реализовывать как бы. Чего, чего вам хочется, то так и нужно быть. То есть, как вам хочется, так и нужно действовать. Вот. То есть, понимаете, да, что не очень понятно, чего вы хотите, в данном контексте. Вот. Не очень понятно вам, что вам нужно, к сожалению. Вот. Ну, вот так. Что касается проблемы самой, как таковой проблемы, то я бы предложил вам, я бы предложил вам ее пока не решать. Решать. То есть, я бы предложил вам пока ничего не решать, отношения никакие, никакие не выяснять. Вот. Пока вы, соответственно, ну, раздельно, раздельно. Друг об другом. То есть, пока, пока вы не вместе. Пока вы не вместе, не нужно ничего решать, не нужно ничего делать. Вот. Вот. Потому что вы все равно ничего не решите. Здесь и сейчас, все равно вы ничего не решите. Да, здесь и сейчас пока. Парень вернется из армии, и там уже дальше будет видно. Вот. Вы все увидите. Но, пока он этого не сделал, да, то поработайте за своими чувствами. То есть, у вас есть время. Вот. У вас достаточно времени. Поработайте со своими чувствами. Определитесь с тем, что вы чувствуете. Вот. Ну, к мужчине. Что вам хочется. Что вам нужно. Что вам нужно. Отливу. Как вы к нему относитесь. К примеру. Вот. Вот. Преследуйте свою реакцию на его действия, его поступки, его поведение. Вот. Все очень важная история. Очень-очень такой важный момент. Потому что у меня такое ощущение, да, что в отношениях ваших, ну, существует, существует только человек. То есть, значит, значит, ну, существует только мужчина, нет вас, к сожалению, в этих ситуациях. Так что, я полагаю, нужно этот момент вам исследовать. И тогда будет понятно, что происходит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их уличку. Вот. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. Вот. Ну и... Помните, что... Помните, что... Многое зависит от вас. А... А... То есть... Будущее... А... Будущее ваше отношение... До встречи... ...за ваше отношение... В том числе. Вот. Не только от него. И вам нужно... ...м... 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 ...для себя понять... ...свою повлицию. Если вы понимаете, о чём я говорю, конечно. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.